Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира Личности. Сегодня тема нашего исследования — неполноценность. Неполноценность переживания малости. Давайте попробуем углубиться, в какие моменты мы с вами эту самую неполноценность переживаем и почему мы переживаем это как неполноценность. Яркий пример этому, например, возраст. Когда мы были более молоды, мы больше могли, мы лучше выглядели. И потом приходит время, и наше тело начинает стареть. Мы уже не можем то, что могли ранее. И у нас создаётся впечатление, что мы становимся как будто хуже. Мы были лучше, сильнее, энергичнее, красивее и становимся хуже. И в этой хужести мы начинаем переживать малость. То есть фактически реальность — это течение реальности. То есть в реальности человек стареет. Но если я против реальности, если я в противостоянии с реальностью, то тогда я начинаю воспринимать своё старение как ухудшение существующего положения дел. Я подготовила для нас кубики для того, чтобы продемонстрироваться. Смотрите. Вот я в молодости. Вот я такого размера. А потом с течением времени я как будто становлюсь меньше. То есть уменьшаются мои возможности. И из-за того, что я не актуализировала, не переписала свой образ, у меня создаётся впечатление, что я стала хуже. Аналогичная ситуация происходит в других моментах. Например, когда я ожидала получить вот такую реакцию на себя. Вместо этого я получаю меньше радости, меньше принятия. И человек реагирует на меня не так восторженно, как бы мне хотелось. То есть у нас с вами есть желаемое и есть реальное. Если мы от желаемого отнимем реальную, то у нас получится какой-то третий кубик какого-то определённого размера. Это кубик, разница между желаемым и реальным и станет неполноценностью. Наша неполноценность равна неудовлетворённости. То есть вот это желаемое и реальное, разница неудовлетворённости и неполноценностью. Желаемое создаёт определённое напряжение, определённый объём ожидаемого. И это ожидаемое уже формируется у нас в психике как определённую полость, которая должна заполниться удовлетворением в полном объёме. Если удовлетворение неполное, то разница — это наша неудовлетворённость и неполноценность. Как вы понимаете, чем у человека идеалистичнее представление о мире, о себе, тем больше у него будет неудовлетворённости, а значит и неполноценности. И фактически у человека происходит разочарование. Разочарование. И в этой точке он может двинуться или же в разочарование собой, или же в разочарование реальностью. Например, я смотрю в зеркало. В зеркале я не такая, как мне бы хотелось. И я говорю, «О, Боже, какая я ужасная!» То есть я разочаровываюсь в себе. Но в то же время я могу, отражаясь в зеркале, сказать, «О, Боже, какое ужасное у вас зеркало!» Оно не отражает меня такое, как мне хочется. И человек фактически встречается с реакцией реальности на себя. Отражение в зеркале — это самый прямой пример. То есть реальность нас отражает. И если это отражение нам не нравится, то в этот момент нам приходится что-то делать. Если я в зеркале отражаюсь при определённом свете, в определённом зеркале, с морщинами или же с большим весом, то в этот момент для того, чтобы не испытывать неполноценность, мне надо перезаписать картину мира. То есть мне надо понять, что тот образ, с которым я себя ассоциирую, не соответствует реальности. Я старше, я полнее. Звучит просто. Как мне спрашивают, что делать? Ну вот, что делать? Перезапишите образ, актуализируйте себя. То есть учтите прожитые годы, учтите освещение, учтите, выспались вы или нет, и так далее, и так далее. Перезапишите картину мира, и неполноценности не будет. Но по факту, для того, чтобы человеку переписать картину мира, ему надо переписать его идентичность, переписать восприятие и много-много всего. Поэтому человек, встречаясь с собственной неполноценностью, этого не делает. Вот мы с вами разобрали на простых примерах старость, на простом примере зеркало. Давайте усложним сейчас эти примеры. Например, я ожидаю, что могу получить желаемое сразу. Например, я звоню в какую-то контору, какую-то организацию для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. Там не беру трубку. В этот момент я фактически встречаюсь со своей неполноценностью, потому что я встречаюсь со своей неудовлетворённостью. Или же я подала документы, допустим, на визу, и ожидаю ответа. Во время этого ожидания я буду ощущать свою неполноценность, маленькость, потому что у меня есть неудовлетворённость. У меня есть какое-то желание. Оно сейчас неудовлетворено. Вот этот объём я создала. И если я не осознаю этого, то у меня как будто возникает какое-то беспокойство, какой-то дискомфорт, какая-то тревога. Люди говорят, у меня тревога появилась. Но по факту эта тревога — это неудовлетворённость, в которой мы ощущаем неполноценность. Когда мы ожидаем не положительный ответ, а ожидаем хоть какой-то ответ, соглашаясь на то, что может быть и так, и так, мы эту неполноценность, неудовлетворённость не испытываем, потому что если нам отказать, то фактически мы ждём отказа. Вот момент ожидания, он хорошая возможность ощутить, а как мне, лично мне, пребывать в этой неполноценности, в этой неудовлетворённости. Как долго вы можете ждать? Ведь момент этого ожидания, он во многом определяет нашу судьбу. Если человек не умеет ждать, то он не умеет и стратегически планировать, он не умеет бежать на длинные дистанции, он начинает изводить себя, изводить других для того, чтобы как будто убыстрить, начать подталкивать эту реальность, давай быстрее, давай быстрее. и начиная давить на эту реальность, он может получить такой ответ от неё. То есть или сам устать, но об этом подталкивании, или измотать себя, или же измотать другого. Другой скажет, не дави на меня, ты на меня давишь сейчас. Поэтому чем психика больше ребёнок, в ней больше инфантильности, тем меньше она умеет ждать. Для неё ожидание — это переживание неполноценности. Она в этот момент будет всё время тревожиться, на протяжении этого будет тревожиться. Вот именно поэтому люди и не могут реализоваться в какой-то профессии, не могут начать осваивать новое направление, не могут поменять в корне, поменять, например, свою жизнь. Потому что когда мы переходим из одной профессии в другую, некоторое время нам надо ждать. Ждать, пока мы станем профессионалами. Ждать, пока у нас появляются навыки. Ждать, пока мы поумнеем, достигнем экспертности в этом. И человек не может выдержать свою неполноценность, потому что у него в голове есть образ уже успеха. То есть его картина реальности не предполагает пребывания в неполноценности. Чтобы мне стать хорошим психологом, мне некоторое время надо быть плохим психологом. То есть мой путь становления предполагает, что я какое-то время буду плохим и невостребованным психологом. Но если я буду эволюционировать, я дойду до точки успешный психолог. Если я открываю прибыльный бизнес, то некоторое время должна быть собственником неприбыльного бизнеса, пока он не окупит вложенный, не начнет приносить прибыль. И человек встречаться с неприбыльным бизнесом, с собой как с неудачным специалистом, психологом или любым другим, он не готов. Потому что в этот момент он переживает неполноценность в связи с тем, что его планирование не предполагало этот этап. Когда человек переживает неполноценность, мы с вами говорили, он уменьшается в размерах. То есть, например, я, которая лежу на диване и которая думает, кем бы ей стать. Может быть, стать массажистом, может быть, стать писателем, например, или блогером. Она большого размера. Она фантазирует. Но как только эта девушка, я, лежащая на диване, начинает что-то делать, то в этот момент она как будто уменьшается в размере. Она переживает свою малость. Она переживает свою несостоятельность, неполноценность. Потому что она фантазирует о себе как об успешном блогере. Она же не закладывает несколько лет становления. И ощущая эту малость в этом становлении, человек говорит, это не моё, и опять уходит в фантазию. И тем самым он себя запирает в этой безысходности. Как раз собираюсь проводить вебинар 25 ноября про сепарацию, про отдельность, про умение выдерживать вот эту несостоятельность, которая приведёт к состоятельности и к свободе. Ну, как выдержать этот этап? Итак, дамы и господа, помимо вот этой несостоятельности происходит ещё очень переживание несостоятельности, малости, малости на период становления себя как профессионала. Или же, например, переживание малости, когда я хочу что-то поменять в моих отношениях с партнёром. Вот оно катилось так, а я хочу, чтобы это поменялось, и мне какое-то время надо с ним и поговорить. Он не будет меня понимать. Не надо ему это донести. Мне надо будет настаивать на своём, ждать, дать ему время, чтобы он поменялся. Или дать себе время поменяться, когда я начала заниматься, допустим, психоанализом. Дать себе время поменяться. Я хочу сразу стать этим большим кубиком, как я бы этого хотела. И вот мы не выдерживаем вот эти вот моменты становления, моменты, когда мы даём время себе или другим поменяться, что-то осмыслить, что-то понять. Мы и себе не даём время понять. Не даём время вникнуть. Нам сразу хочется сказать, я понял. Я не понял. Нет, я понял. А что? Тебе понятно? Непонятно. Но нам как будто надо галочку в голове поставить и не оставить это пространство непонимания, не оставить это пространство неполноценности, потому что всегда хочется быть больше, лучше, выше, добрее и так далее, и так далее. И переживание этой неполноценности, не умение переживать эту неполноценность не позволяет нам даже мыслить, потому что человеку для того, чтобы помыслить самому, не вспомнить чужие крылатые фразы, не вспомнить какую-то чужую теорию, а именно помыслить, проанализировать, ему надо первоначально погрузиться в незнание. Я не знаю, я хочу понять, что это. То есть, когда я смотрю ролик, знаю, 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 сосредоточена на знаю, 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 я сосредоточена на подкреплении этого размера. Когда я говорю, что я знаю, что я пропускаю половинную информацию, что и подтверждаете. Вы, например, который пишет, посмотрел ролик второй раз, понял, что не слышал половину. То есть, вот это вот желание всё время быть в придуманном образе, оно не даёт возможности вообще меняться личностью. Личность всё время, как лягушка, скачет только потому, что она знает, выхватывает то, что ей хочется, не допускает своей малости, не допускает возможности пересмотреть образ. Самое простое, что наша психика может сделать, когда мы встретились с реальностью и поняли, что мы не такие прекрасные, когда мы не получили желаемое, это проэмоционировать. То есть, если я ожидаю, например, ответа из посольства, провизу, то я эмоционируя на посольство недовольное им или эмоционируя на себя, как будто восстанавливаю образ. Давайте немного на другом примере разберём. Если я звоню вот ту компанию, помните, из нашего примера, и жду ответ, там никто не берёт трубку, то в этот момент я ощущаю свою малость, у меня есть неудовлетворённость. И я могу начать злиться на эту компанию, что за идиоты там работают, почему они не берут трубку. То есть, когда я злюсь, я как будто восстанавливаю свой размер. В неполноценности я сдулась, а эмоционируя сразу расширилась. Поэтому в переживании неполноценности мы как будто не можем остаться того же размера, и эмоции и раскачиваем его до привычного, придуманного размера. Даже пострадать увеличивает наш размер. Я не могу дозвониться, никто не берёт трубку, у меня есть неудовлетворённая потребность. Это нормально ждать, это нормально, что никто не берёт трубку. Но если я говорю, боже, бедная и несчастная, столько ждать приходится. или какие там идиоты работают. Видите, я сразу увеличиваюсь в размерах за счёт своего эмоционирования. То есть я реагирую эмоцией на что-то. Вот если вы смотрите моё видео и эмоцией реагируете, то это говорит о том, что какая-то информация вызвала у вас ощущение маленькости. Вы что-то узнали, а знать это про себя не хочется. И тогда надо бурно прореагировать, заплакать или разозлиться на меня, чтобы быстро восстановить размер. Не побыть в этом состоянии, осознать, что происходит, а проэмоционировав, быстро восстановить размер и оставить всё как есть. Не пересмотреть свою картину мира, а оставить всё как есть. проэмоционировав. Например, мы разговариваем с человеком, он даёт какую-то реакцию на нас, он не даёт нам безусловного принятия. И в этом недавании безусловного принятия, то есть если другой не вторит нам, не соглашается с каждым словом, не даёт нам столько пространства, сколько нам надо, не хочет, чтобы мы доминировали, то мы неизбежно будем уменьшаться в размерах. Потому что это мир по-моему, где всё как мне хочется, идеальный мир, а это уже мир, мой мир, который попал в реальность, рядом с другим. Мне надо подвинуться, мне надо уменьшиться, мне надо учесть другого. И если я пойму, что сейчас происходит, я задам себя вопросом, например, почему человек так реагирует? Это связано со мной, или это связано с его какими-то нюансами в психике, то у меня будет возможность перезаписать картину мира. Я уменьшилась до реального размера, и мне надо в мою картину мира внести корректировку. Это происходит потому что. Потому что он ко мне так относится, или у него что-то происходит, моя картина мира перезаписалась, и мне уже не надо эмоционировать, обвинять себя, что я какая-то не такая, обвинять другого, что он не такой для того, чтобы восстановить вот этот размер, раздуть его эмоции. И фактически люди, которым надо постоянно эмоционировать, они всё время этот шарик надувают, он сдулся, стал реального размера, его надо надуть, чтобы он опять стал большим. я думаю, каждый из вас ощущает, как во время эмоционирования он раздувается. Но даже если не ваше наблюдение за собой, то наблюдение за кем-то. Вот другой человек, он когда эмоционирует, он как будто больше становится в размерах. Вот есть такие рыбы, которые во время опасности начинают увеличиваться. И вот это наше постоянное удержание желаемого размера, постоянное эмоционирование на всё подряд, оно не даёт нам возможности меняться. То есть мы цементируем свой образ, оставляем его таким навсегда. и если человек слишком бурно эмоционирует на реальность, он может сдерживать эти эмоции, не показывать, но внутри-то он знает, что так происходит, что ему эта реальность не нравится, или он себе не нравится. То такой человек обречён жить всё время в одном и том же. Его судьба не изменится. То есть видите, плохо или хорошо эмоционировать, мы не мыслим с вами в таких категориях плохо это или хорошо, мы говорим о этого из последствий. То есть если я на свою неполноценность, на встречу с реальностью, на встречу со своим реальным размером, в котором я могу заболеть, и мои близкие могут заболеть, мир, в котором может начаться война, и мне надо перезаписать свою картину мира, мир, в котором я старею, мир, в котором у меня есть неудачи, мир, в котором я не становлюсь за год сразу профессионалом, видите, когда у меня есть реалистичное представление, у меня вообще нет неполноценности, я понимаю, что это нормальный ход вещей, нормальный ход жизни, так и есть в реальности, то тогда вот этой неполноценности её нету. То есть если я согласна перезаписывать картину мира, встречаясь с какими-то вызовами, я в неполноценность не попадаю. но если я хочу сохранить свой мир внутри мешочка, то я буду всегда эмоционировать, и этим эмоционированием я буду опять раздуваться до желаемого размера, так и не сформировав реалистичное представление о себе. вот в диалогах в голове, когда мы с кем-то общаемся, мы же всё время пытаемся выбраться из неполноценности, как машина, которая хочет выехать из грязи. Когда что-то не получилось, мы прокручиваем, я могла бы сделать иначе, надо было сказать так, надо было сказать... То есть мы не можем перезаписать себе, что ну так бывает, так тоже бывает. Нам всё время хочется ассоциировать себя с собой каким-то лучше, который лучше знал, лучше мог, который мог бы вот так ответить. И это обрекает нас на невозможность мыслить, невозможность анализировать, возможность познать себя, значит, познать мир. Вот такой ролик про неполноценность. Да, ещё раз напомню про вебинар, он будет 25 ноября, сепарация, состоятельная свобода. То есть как приобрести эту отдельность, как выйти из мешочка, как научиться мыслить и самому уже принимать решения, анализируя мир, не спрашивая, что делать. И напоминаю вам, что по вторникам выходит дополнительный ролик для спонсоров канала, можно оформить спонсорство, ссылки есть под видео, так что оформляйте, приходите. и завершение попрошу вас написать комментарий под видео или у себя в тетрадках, где вы переживали неполноценность, вы эмоционировали, но потом, когда что-то поняли, что-то смогли принять про себя, могли изменить картину мира, её откорректировать под реальность, вы перестали испытывать вот эти бурные эмоции, которые у вас были, которыми вы пытались раздуться до первоначального размера. Всё, прощаюсь, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok